Правительство будет расширять меры поддержки, в том числе налоговые, пообещал глава правительства иностранным инвесторам. Кабмин принял новую стратегию инвестполитики, об этом сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что новая стратегия призвана стимулировать рост производства и, прежде всего, товаров с высокой добавленной стоимостью. Помимо фискальной перезагрузки будет продолжена работа по улучшению управления государственными финансами, декарбонизации и цифровая трансформация экономики. В Таразе вдвое увеличили производство минеральных удобрений. На местном заводе запустили новый цех, где будут выпускать до миллиона тонн амафоса в год. С расширением действующих линий появилось больше 500 вакансий. Все сотрудники прошли обучение. Стоимость проекта почти 70 миллиардов тенгер. Имеем огромные возможности экспортировать наши удобрения за границу. Чтобы было понятно, почему это выгодно Казахстану. Мы на внутреннем рынке, я сразу говорю, мы держим цену. Мы требуем от наших производителей, чтобы цена была доступна для наших аграрьев. Цена за границей в сторону Европы в три раза дороже, чем на внутреннем рынке Казахстана. В сторону других соседних государств в два раза дороже. Мы будем поддерживать наших производителей по всем позициям, которые необходимы от государства. В том числе и обеспечить инфраструктуру, какие-то другие вопросы административных ректор. Мы полностью будем решать. Мы смогли при нормативном сроке 33 месяца за 23 месяца реализовать данный проект. Если говорить про конкретно про этот цех, 150 тысяч выделено на Казахстан и 350 тысяч тонн удобрения будет продаваться на экспорт.